На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте наши уважаемые телевизионные зрители, это программа Ночное такси на YouTube. Я Александр Крумин, как и всегда в течение ближайшего получаса буду рассказывать вам о музыке шансона по-русски. О той самой музыке, которой наша студия занимается вот уже на протяжении 29 лет. Именно столько нам исполнится в октябре текущего 2014 года. Эта программа полноценна, ваш компас на телеканале Ночное такси на YouTube. Эта программа рассказывает только о тех видеоматериалах, которые представляет вам наша производственная компания. Мы давно занимаемся шансоном по-русски и давно занимаемся съемками шансона по-русски на видео. Поэтому материалов здесь много. На сегодняшний день, к моменту записи этой программы, их уже больше 1300. И, конечно же, я очень благодарен нашим зрителям, которые смотрят то, что мы делаем для вас. Для нас это особый предмет гордости, в хорошем смысле этого слова. Конечно, поверьте, совершенно не тщеславие. Дело в том, что практически 4,5 материалов, которые располагаются на телеканале Ночного такси, это материалы, которые произвели мы. В отличие от многих телеканалов, которые располагаются на гигантской видеоплатформе YouTube, мы как раз-таки именно производственная компания. То есть мы показываем то, что делаем сами, делаем давно. И, конечно же, мне очень приятно, когда миллионы уникальных зрителей, и это люди, которые, очевидно, интересуются тем, что мы делаем, поскольку посещаемость нашего канала составляет не менее 750 тысяч уникальных зрителей каждый месяц. И, конечно, я большой теплотой отношусь к каждому из вас, потому что всегда очень хочется, чтобы вы смогли познакомиться с тем, что мы для вас сделали. Очень не хочется работать в стол. А YouTube на сегодняшний день, конечно, является именно той самой платформой, одной из самых лучших в мире, которая позволяет это сделать. Итак, программа «Ночной такси» начинаем. «Близкая ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкая ретро» с удовольствием показываю вам фрагмент первой профессиональной записи на видео Михаила Круга в Санкт-Петербурге. Но, если быть точным, это его вторая запись, потому что первая состоялась несколько ранее. Она была сделана любительской камерой Sony Video 8, и эта запись тоже есть у нас на YouTube. Вы можете посмотреть ее на нашем телеканале. Собственно, концерт и так и назывался. Один год в программе «Ночное такси». Тогда программа, которую вы сейчас смотрите, имела FM-версию на одной из радиостанций в Санкт-Петербурге. И когда исполнился первый год нашего эфира, мы пригласили артистов, которые звучали в программе, для того, чтобы они встретились со своей публикой. Состоялся невероятно теплый концерт. Вот Александр Розенбаум, Михаил Круг, братья Жемчужины, Татьяна Кабанова. Вот все эти люди встретились с той публикой, которая слушала их в FM-диапазоне. И, поверьте, это было очень и очень интересно и для публики, и для музыкантов. Вот тогда Михаил Круг приехал к нам первый раз. И мы записали на память, конечно, не для показа где-то, его выступление в составе этого концерта. Что касается той записи, фрагмент, который я показываю вам сейчас, то все это было сделано, во-первых, не любительской, а профессиональной камерой. Это была профессиональная камера Panasonic формата Super VHS. Это был самый первый фестиваль памяти Аркадия Северного. Именно начиная с этого фестиваля, который происходил на сцене Петербургского государственного театра эстрады 12 апреля 1995 года, этот фестиваль стал регулярным. Мы проводим его каждый год. В этом 2014 году мы проводили его уже в 2019 раз. Соответственно, в следующем году пройдет 20-й юбилейный фестиваль о памяти Аркадия Северного. Я в детстве подружился с сигаретами, бывалом по карманчикам шмаралом, и папой мешком лупил за это. Но я тайком, как прежде, воровал, меня девчонки рано полюбили, из вечеринок первого вели. Однажды было чуть не посадили, за что жиган-лимон на икры. Жиган-лимон, мальчишек симпатичный, жиган-лимон, с тобой хочу гулять. Жиган-лимон, с ума сводил отличник, тебя, жиган, хочу посыловать. Девчонки без ума по мне страдали, тогда в почете было быть блатны. И от нас сады плакали ночами, что я не приходил навстречу к ним. Конечно же, в планетках нет фигуры, а тетя Люба знала, чем привлечь. Девчонки, ну какие же вы дуы, ну как на первый номер можно лечь? Жиган-лимон, мальчишек симпатичный, жиган-лимон, с тобой хочу гулять. Жиган-лимон, с ума сводил отличник, тебя, жиган, хочу посыловать. Отселоваться было интересно, и вечером на лавочке сидеть, И первые свои блатные песни я мог часами под гитару петь. Конечно же, теперь я стал солидным, и под окном с гитарой не встаю. За километр пузо моё видно, но я вам как и в юности спою. Жиган-лимон, мальчишек симпатичный, жиган-лимон, с тобой хочу гулять. Жиган-лимон, с ума сводил отличник, тебя, жиган, хочу посылать. Жиган-лимон, с ума сводил отличник, тебя, жиган, хочу посылать. В рубрике «Лицом к лицу» сегодня показываем фрагмент интервью с автором-исполнителем из Соединенных Штатов Америки, из Филадельфии, с Владимиром Каплуном. Оно записано здесь, в нашем Тон-Отелье, и записано совсем недавно. Оно записано в апреле 2014 года. Володя Каплун по нашему приглашению впервые для себя работал на 19-м фестивале памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Совсем, в общем-то, недавно, в самом конце прошлого 2013 года, то есть чуть более полугода назад, наша студия издала самый первый альбом Владимира Каплуна, и он доступен для вас, конечно же, в аудиоверсии. Я знаю, что сейчас готовится следующая его альбомная работа. Песня записывается в Филадельфии. Мастеринг будет, как и в прошлый раз, делаться здесь, в студии «Ночной такси» в Санкт-Петербурге. Естественно, мы и будем издателем этой новой работы, талантливого Владимира Каплуна. Издание CD запланировано на осень 2014 года. Ну, а сегодня он рассказывает о себе в рубрике «Лицом к лицу». Давай знакомиться, красавица Одесса, давно мечтал, и вот исполнилась мечта. Мне говорили, будто нет тебя прелестней, а я увидел и сказал «Вот это да!» «Вот это да за лонжером и молдаванку, вот это да за чай и крик над головой, вот это да за фраеров твоих осанку, вот это да за запах моря и прибой». Началось все совсем недавно, буквально года два назад, вот, я начал увлекаться звукозаписью. Пел я, как бы, ну, можно сказать, с детства, вот, играл с детства на гитаре, ну, так, таким дворовым образом, вот. Вот, начал заниматься звукозаписью, потихонечку построил себе сначала примитивненькую студию, потом чуть-чуть ее более, как бы, уплотнил профессиональным оборудованием. Толкнула меня все на это, в принципе, моя семья, а точнее это мой отец и мой старший брат. Вот, они были авторами, я бы так сказал, большей части текстов к песням. И вот так вот, как-то оно случилось. Было записано где-то 5-6 песен года два назад, после этого оно, как бы, заглохло. Дело в том, что в прошлом году, в середине года умерла моя мама. И меня как-то это толкнуло к тому, что нужно это дело показать людям, потому что жизнь не вечная. Вот, и когда я закончил запись там 10 где-то треков, я обратился к тебе. Мы с тобой, как бы, начали уже работать над мастерингом. Если ты помнишь, я дослал еще там несколько треков уже, как бы, в последние дни, перед тем, как должен был. Да, их было больше, чем изначально планировать. Да, вот. И вот, в принципе, вот так вот оно как же получилось. Скажи мне, а стихи, которые пишут, я так понимаю, отец и брат, да? Да. Они вообще предназначались для того, чтобы они стали песнями? Или это стихи, которые были рассчитаны на печатное, что называется? Нет, оно не на печатное, это просто было, как бы, изречение мысли, грубо говоря. То есть, к песням никто никогда... Интересно. А что касается музыки, ведь здесь есть очень приличная композиция в этих твоих произведениях, и они совершенно не кажутся любительскими. Каким образом, кто был композитором этих вещей? Все там довольно просто. Там нету никакой такой заумной музыки. Все сделано, как бы, в жанре, в блатном квадрате, я бы так сказал. Несколько... Где-то около полутора лет назад я познакомился с очень хорошим музыкантом, который давно уже этим занимается. Его зовут Александр Кир. Вот. И он как бы взял этот материал, уже записанный мной. А где он проживает? Он проживает... Он проживал в Москве, сейчас он уехал в Ереван, он сам из Еревана родом. То есть, он не в штатах, где ты находишься? Нет. Я с ним познакомился тоже через интернет. Вот, я слышал несколько... И на расстоянии, на удаленном доступе... Да, мы начали потихонечку с ним работать. Вот. Работа была сложная, особенно по первам, потому как он не знал моих потребностей, а я не знал его способностей. Но потихонечку мы нашли... Ну, надо сказать, что на самом деле у тебя очень приличный вокал. Я так понимаю, что ты вокалу где-то учился. Нет, никогда не учился вокалу. И голос тебе не ставили? Нет. Странно, честно говоря, мы столкнулись с тем, что люди посчитали, что ты именно профессиональный вокалист. Потому что на диске, на кавере, конечно, написано, что это не твои стихи. Но люди подумали, что ты, наоборот, именно и берешь стихи своих близких людей, потому что ты профессиональный вокалист, который... Я не знаю, что ты профессиональный вокалом никогда не занимался. То есть оно как-то произошло так более натурально, чем подготовлено. Вот. И мне даже многие люди говорили о том, что, может быть, тебе нужно поставить голос там, поработать... Голос мягкий, с очень хорошим динамическим диапазоном. Но я считаю... Я думаю, стабильно совершенно две октавы, может быть, даже где-то около трех. И это очень хорошо слушается. То есть тот, кто руководил записью, сам продюсер, он хорошо поработал с тобой. Это я тебе могу сказать не в качестве комплимента, а... Сам продюсером являюсь я лично. Ну, значит, тем более... Все записывалось у меня... В квадрате хорошо поработал. У меня на моей студии, что касается вокала. Ну, получилось, на самом деле, очень здорово. Вопрос, который наши слушатели, которые уже познакомились с помощью эфира программы «Ночной такси», потому что мы уже рассказывали по нашей традиции об альбоме, когда он выходил в качестве компактистка. Как вообще и как давно ваша семья оказалась в Филадельфии? Как было понятно из композиции «Филадельфия и Киев», да, что вы все киевляне, да, то есть, собственно, оттуда вы переехали туда. А каким образом и как давно, получается, папа, мама тогда была, да, жива, и двое сыновей, да? И как вообще получилось, и как давно вы там оказались? Мы там живем с 93-го года. То есть совсем недавно, по большому счету, да? Да, 20 лет. 20 лет, недавно. И, на самом деле, как я уже говорил тебе за кадром, я думаю, не страшно тебе в кадре сказать, что, в принципе, фирма, которой ты управляешь, это фирма, на мой взгляд, очень такой сложной деятельности, которая касается такой профессиональной металлообработки, изготовления деталей, очень необычных, ну, под заказ, естественно, каких-то там совершенно, в общем, далеких от музыки темы твоего бизнеса. Вот, а как вообще, получается, что дома просто пели, да, как в нормальных юбилейских семьях, дома поют? Дома поют, во дворах поют. Вот, я рос еще в то время, когда не было всяких гаджетов, и себя люди проявляли не вещами там, не цацками всякими, а умением что-то сказать, стихи прочитать. В альбомном блоке сегодня с удовольствием показываю вам запись Вячеслава Московкина. Этот очень талантливый автор и исполнитель, очень талантливый певец, очень, я считаю, голосовой певец, и не побоюсь этого слова, действительно, он достоин вот такого термина. Термин, кстати, голосовой певец принадлежит не мне, а Михаилу Шуфутинскому, чтобы было понятно, что я тут наологизма не изобретаю. Проживает в славном городе Екатеринбурге, и для меня очень приятно, что он познакомился с нами очень необычным образом. Это вообще такое редкое знакомство, поэтому я обязательно об этом расскажу, перед тем, как показать вам очень хорошее произведение в его исполнении, которое носит название «Песня Таргаша». Такая очень жанровая, очень толковая композиция, которая очень понравилась публике в зале на фестивале памяти Аркадия Северного в этом 2014 году, когда Вячеслав прибыл к нам впервые. Так вот, мы, очевидно, как стало ясно, из очного знакомства были давно известны друг другу, но пришел к нам Вячеслав Московкин через Соединенные Штаты Америки. Пришел к нам через продюсера фестиваля, первого, кстати, фестиваля шансона по-русски, который проходил в Нью-Йорке, через замечательную Аллу Славину. Она познакомила нас с Вячеславом, более того, наша компания принимала участие в информационной поддержке этого фестиваля, и мы, естественно, обязались записать видео в качестве приза для того, кто станет обладателем Гран-при. Вот талантливый Вячеслав Московкин выиграл Гран-при в Нью-Йорке и прибыл сюда, в Санкт-Петербург, для того, чтобы принять участие в фестивале памяти Аркадия Северного. Мы с большим удовольствием предоставили ему эту возможность и подружились с ним. Сейчас готовится к выпуску его альбом. Мы будем печатать компакт-диск, очевидно, осенью этого 2014 года. Правда, еще не все песни готовы. Альбом записывается в родном его Екатеринбурге, а у нас здесь будет мастеринг, дизайн, и наша компания будет заниматься, естественно, как обычно, продвижением этого диска на музыкальный рынок России и на площадке цифровой агрегации, с которыми мы сотрудничаем. С большим удовольствием, вот так вот, не напрямую из Екатеринбурга, а напрямую из Нью-Йорка, познакомившегося с нами Вячеслава Московкина, я сегодня представляю вам в альбомном блоке ночного такси. Эта запись была сделана на фестивале памяти Аркадия Северного, здесь, в Питере, в апреле этого 2014 года. Я на деньги и бабки, что за день сегодня, как ломает руки. Не хрустят купюры, нету большей муки. Я же спасаранку, я же самый первый, потому и хмурый, потому и нервный. Проклинаю кризис, поминаю матерь, где ж ты ходишь, сволочь, первый покупатель. Третий раз проходят все одни и те же, да не супермаркет, зато воздух свежий. Закляните люди, одарю улыбкой, дайте мне надежду, пусть и будет зыбка. Эй, как детишки любят счет и книжки. Эй, где вы, Ваня, я бегу за вами, чтобы вы приумножали в массе и росли. Деньги, боль, утраты, сироты, без бабы, Деньги, положение, голова, окружение, евро, Доллар, юаник, пункты и рубри. То ли не удача, то ли не погода, А была же пруха, золотые годы. На дворе стояли времена лихие, Пересчетом занят был на выходные. Травы отливали долларовым цветом, На морях валютных отдыхали летом. Круглый год снимали урожай капусты, Вот им не знакома ностальгия чувства. Деньги, как детишки любят счет, И книжки, деньги, где вы, Ваня, я бегу за вами, Чтобы вы приумножали в массе и росли. Деньги, боль, утраты, сироты, без бабы, Деньги, положение, голова, окружение, евро, Доллар, юаник, пункты и рубли. Деньги, как детишки любят счет, И книжки, деньги, где вы, Ваня, я бегу. За вами, чтобы вы приумножали в массе и росли. Деньги, боль, утраты, сироты, без бабы, Деньги, положение, голова, окружение, евро, Участвовать в радиоверсии, поскольку с февраля этого года Мы работаем благодаря веб-камере, в онлайн, Радиоэфир программы «Ночной такси» еженедельно, И, естественно, телевизионная версия радиоэфира Также транслируется здесь, на телеканале «Ночной такси» на YouTube, Поэтому вы можете в этой программе участвовать Совершенно спокойно, если для вас это интересно Конечно, эти программы в записи также остаются на канале Но самое главное, что у вас есть возможность участвовать, Если, подчеркиваю, вы того захотите Это происходит все в четверг по московскому времени С 22 до 24 часов И всегда этот 120-минутный эфир доступен для того, Чтобы вы принимали в нем участие Там работает на YouTube, чат Также мы работаем на площадке нашей интернет-радиостанции Шансон 2.4.0 синхронно идет трансляция и туда Программа записывается и ретранслируется Радиостанцией «Русский Берлин» На частоте 97,2 МГц FM, соответственно, в Берлине дважды Первый эфир в Берлине происходит через неделю после эфира в России Он происходит также в четверг с 21 до 23 часов Происходит он, естественно, по центральноевропейскому времени Затем программа еще раз повторяется И в понедельник следующей неделе Она также доступна на 97,2 МГц FM в Берлине Но уже с 22 до 24 часов Время вещания, напомню, всегда центральноевропейское Так что, дорогие друзья, с большим удовольствием Я рассказываю о всех этих возможностях эфирных И, конечно же, предлагаю вам и смотреть, и слушать программу «Ночной такси всегда» Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин